Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Наш Journal Club продолжается, и это завершающий выпуск обзора сентябрьского номера журнала Veterinary Anesthesiology and Analgesia. За этот месяц мы рассмотрели все публикации, которые были в этом журнале, и, очевидно, мы стали немножко мудрее. Таких журналов еще много, мы будем продолжать обозревать этот журнал, но также начнем обозревать другие журналы. Для того, чтобы мы могли это сделать, необходима ваша помощь и поддержка. Поэтому подписываемся, ставим лайк, делаем репост и, по возможности, донатим каналу для того, чтобы он мог развиваться. В сегодняшнем выпуске, в отличие от предыдущих, мы обсудим 4 публикации, 2 исследования и 2 clinical case. Будет интересно, мы начинаем. И первая публикация, с которой мы начнем, это исследование, посвященное белым новозеландским кроликам. В этот раз исследователи решили сравнить седативные эффекты комбинации медозолама и суфентанила, введенные двумя разными способами, внутримышечно и интраназально. Почему это было сделано? Начнем с того, что кролики плохо переносят стрессы. Об этом мы с вами уже говорили. Летальность в предоперационный период и интрооперационный период у кроликов может достигать 0,73-7,37%. То есть, это очень большая летальность. Практически 10% кроликов могут умереть от стресса в дооперационный или интрооперационный период. Эффективная седация призвана снизить предоперационный стресс и, соответственно, снизить анестезиологические риски. Интроназальное введение достаточно хорошо уже изучено у кроликов. И у кроликов это эффективный способ введения препаратов. Медозолам это бенздиазепин, а суфентанил это короткий опиоид, который используется для индукции в анестезию у кроликов. Однако, пока еще нет исследований о том, насколько хорошо они используются для седативных целей. И уж тем более, насколько хорошо они будут седировать при интраназальном введении. Цель исследования была оценить седативные эффекты комбинации медозолама и суфентанила, введенные двумя разными способами. Внутримышечно и интраназально. Это проспективное, рандомизированное перекрестно-экспериментальное исследование. У исследователей было 11 самок новозеландского белого кролика возрастом от 1 до 2 лет и массой 2,8 килограмма. Все кролики были седированы дважды с интервалом 15 дней. Перекрестное исследование предполагает, что одни и те же пациенты получают какие-то разные методы исследования. Две группы. Интраназальное и интрамускулярное введение. Выведение из эксперимента по окончании исследования. Протокол седации включал в себя суфентанил 0,5 мг на килограмм и медозолам 2 мг на килограмм. Для критериев оценки использовалась, во-первых, шкала седации кроликов, а во-вторых, оценка витальных показателей, таких как частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, температура. И один из ключевых параметров оценки это был снижение времени выпрямления, рефлексов выпрямления. Что такое рефлекс выпрямления? Если мы пытаемся кролика положить на спину, он должен быстро вернуться в стернальное нормальное положение. В течение 30 секунд он должен это сделать. Второй критерий оценки, помимо изменения времени рефлексов выпрямления, это оценка уровня седации пациента. Шкала седации предполагает оценку по ряду показателей и суммарно по шкале седации кроликов пациент может набрать 13 баллов. Если он набирает 13 баллов, это говорит о том, что седация глубокая. Если он набирает от 0 до 3 баллов, то это нет седации. От 4 до 7 это умеренная седация. Шкала выглядит следующим образом. Мы видим, что она оценивает несколько показателей. Во-первых, это положение тела в пространстве. Во-вторых, это как раз рефлекс выпрямления, когда кролик пытается вернуться в нормальное положение. Пальпибральный рефлекс, тонус челюстей, ответ на сгибание лапки, то есть насколько кролику это не нравится. Если пациент набирает 13 баллов, он седирован. Если он набирает 0 баллов, он не седирован. Результаты, которые получили исследователи, были следующими. В целом, при использовании комбинации медазолама и суфентанила, все кролики были седированы и набирали в среднем около 6-7 баллов по шкале седации. Помимо этого, оценивались также витальные показатели. Единственное изменение в витальных показателях было снижение частоты дыхательных движений в группе интрамускулярного введения. Почему это произошло, исследователи обсуждают чуть позже. Ключевое, что все пациенты оказались седированы. В обсуждении статьи авторы говорят следующее, что медазолам и суфентанил вызывают среднюю или глубокую седацию. То есть такая схема может использоваться для седации в предоперационный период и для снижения стресса у кроликов. Поиск по базам данных не дал результата по использованию суфентанила у кроликов до данного исследования. До этого суфентанил у них не применялся. Использование интроназального медазолама применяется рутинно в педиатрии. Это, говорят, исследование 2004 года. И это достаточно рутинная практика. Дети, так же как и кролики, испытывают стресс. Детям тоже не нравится, что им ставят внутривенные катетеры, колют иголками и делают прочие манипуляции. Поэтому детей тоже седируют интроназально. Медазолам для этого как раз и описан. Интроназальное использование препаратов у кроликов связано с легкостью метода и минимальным стрессом у кроликов. Это достаточно важно для них. А вот снижение частоты дыхательных движений может быть связано с угнетением респираторного драйва суфентанила. Мы помним, что суфентанил это опиоидный анальгетик, а все опиоиды влияют на респираторный драйв и на гемодинамику в той или иной степени. Так вот, снижение частоты дыхательных движений может быть ассоциировано именно с ним. Однако, сами исследователи отмечают, что это требует дальнейших исследований. Ограничение исследования, которое выполнили авторы статьи, это низкая статистическая достоверность результатов. Что это значит? Сами авторы статьи говорят о том, что все, кроме снижения частоты дыхательных движений не удовлетворяют критерию достоверности. Критерии достоверности Пи во всех случаях больше 0,05. Поэтому пока что, как отмечают сами авторы, это требует дополнительных исследований и изменения дизайна исследований. Но в целом выводы можно сделать пока предварительно следующие, что сочетание медазолама и суфентанила внутримышечно или интраназально вызывает среднюю или глубокую седацию. Данное сочетание не вызывает кардиореспираторной депрессии. Снижение частоты дыхательных движений было, но оно было клинически незначимым. Частота сердечных сокращений и артериальное давление были без изменений. Поэтому данная комбинация вполне безопасна для кроликов и для них подходит. Второе исследование, о котором мы с вами поговорим, посвящено измерению диаметра трахеи. Трахея измерялась двумя способами. Либо УЗИ, либо КТ и результаты сравнивались между собой. Для чего это было сделано? Во-первых, мы понимаем, что верно выбранный диаметр трахеальной трубки это очень важно. Во-первых, это позволяет быстро интубировать пациента. Во-вторых, это снижает утечку при проведении искусственной вентиляции легких. В-третьих, это снижает сопротивление трубки, а также снижает риск развитие обтурации. Если у нас густой бронхиальный секрет, который может трубку закупорить. Поэтому выбор трубки нужного размера и интубация пациента с первого раза важны для безопасности пациента. Вариабельность анатомии у пациентов эту задачу усложняет. Есть собаки большие, есть собаки маленькие, есть собаки с измененной анатомической трахеей, есть собаки с здоровой трахеей. И это все влияет на выбор эндотрахеальной трубки. Существующие методы оценки диаметра трахеи, такие как пальпация, такие как измерение расстояния своей перегородки и выбор трубки, исходя из этого, не дают нам достаточно достоверной информации. И процент успеха в этом случае оказывается не очень велик. Диаметр трахеи, которым измеряем пальпации, соответствует диаметру трубки только в 46% случаев. А диаметр трубки, который мы измеряем, исходя из расстояния между ноздрей по носовой перегородке, составляет лишь 21%. То есть интубация с первого раза у таких пациентов может быть затруднительно. Несмотря на то, что нам кажется, что размер выбран верно, по факту нам требуется повторная интубация, либо изменение размера трубки в процессе этой самой интубации. Особые сложности возникают у пациентов, у которых есть брахицефалический синдром, кохексия или ожирение. Рентген и рентгеноскопия, так же как и трахеобронхоскопия, могут помочь в определении диаметра трахеи. Но мы понимаем, что эти методы не всегда легко доступны, либо связаны, например, с лучевой нагрузкой. Рутинно эти методы не применяются. Предыдущие исследования, на которые ссылаются авторы, исследования Шины Тейсавтра 2018 года, описывают целесообразность использования трахеальных трубок размером, составляющим 70% от измеренного при генографии диаметра трахеи у биглей. Это не подходит для иных собак. Почему? Потому что собаки разные. Когда мы говорим конкретно про биглей, с ними все просто. Это одинаковые собаки лабораторные, по которым много данных. Но когда мы говорим про других собак, такой метод, когда мы берем про 70% от диаметра трахеи, может не подходить. Исследователи говорят о том, что УЗИ используется в педиатрии как раз для измерения трахеи и выбора подходящей эндотрахеальной трубки. Помимо этого, у УЗИ есть ряд преимуществ. Во-первых, это индивидуальный подход к пациенту и породе пациента. Мы можем измерить диаметр трахеи и подобрать конкретно ту трубку для конкретного пациента. Во-вторых, с помощью УЗИ мы можем выявить аномалии трахеи, такие как коллапс и обструкция. И опять же, более точно подобрать необходимый диаметр трубки. В-третьих, нет рентген излучения. Пациент не облучается и персонал, который проводит исследование, не облучается. Это немаловажно. Не требуется седация. Цель исследования заключалась в том, чтобы сравнить результаты измерения диаметра трахеи между КТ и УЗИ-диагностикой. Гипотеза, которую выдвигают авторы, что не должно быть разницы в измерениях и метод, в данном случае УЗИ, должен быть легок и доступен в использовании. Практически в каждой клинике есть УЗИ-аппарат. Это было проспективное перекрестное исследование. По дизайну исследования для достижения индекса достоверности P0005 было достаточно 9 биглей, которые были у исследователей. Измерение диаметра трахеи при КТ-диагностике и УЗИ-диагностике проводилось в двух точках. Первая точка – это 1 см, проксимальнее каудального края перстевидного хряща, SL. Вторая точка была дарсальнее краниального края рукоятки грудины, по сути вход в грудную клетку, TI. Измерение каждым методом с интервалом неделю. Одни и те же пациенты получали одно и то же измерение. Метод КТ. Индукция проводилась пропофолом дозировки 5 мг на кг. Далее проводилась интубация трахеи и раздувание манжеты до давления 25 см водного столба. Поддержание было севофлюраном при концентрации кислорода 100%. Мониторинг стандартный, частота середочных сокращений, СПО2, ЭТЦО2 и неинвазивное артериальное давление. КТ проводилась в тернальном положении с приподнятым головным концом. До начала КТ проводилась гипервентиляция до значения ЭТЦО2 20 мм втутного столба. Перед проведением КТ манжета сдувалась для того, чтобы избежать компрессии трахеи, ее растяжения и получения ложных результатов. Срезы КТ 1 мм. Метод УЗИ-диагностики сначала включал в себя тренировку операторов. Отработка методики у трех собак перед проведением непосредственного исследования. Подготовка поля перед проведением исследования. Поле выбривалось для того, чтобы улучшить визуализацию трахеи и визуализацию структур, находящихся под датчиком. Использование линейного датчика 4,9 МГц. Измерение поперечного диаметра трахеи, а также измерение с наклоном датчика 45 градусов направо и налево. Измерение проводилось на выдохе. Важно, что все измерения проводились в одной фазе респираторного цикла. Такие иллюстрации приведены в статье. Мы видим, что трахея измерялась в трех размерах. На КТ она измерялась в поперечном диаметре, а также те самые углы 45 градусов. То же самое проводилось и с УЗИ. Измерялся поперечный диаметр, а также диаметры под углами 45 градусов. Какие были получены результаты? Во-первых, не было никаких серьезных осложнений при проведении КТ. Ни одна собака не была исключена из исследования. В дальнейшем для сравнения результатов создавалась диаграмма Бленда-Алтмана. Что это значит? В случае, когда мы сравниваем две независимые переменные друг с другом, в случае, как в исследовании это измерения, полученные на КТ, и измерения, полученные с помощью УЗИ диагностики, у нас нет каких-то стандартных результатов. У нас нет того стандарта, с которым мы можем сравнить полученные результаты. Значит, мы должны сравнить их между собой. Статистический анализ позволяет это сделать. Если упростить диаграмму Бленда-Алтмана, мы получим примерно следующий вывод. Что все, что находится в пределах стандартных отклонений, это пунктирные линии, соответствуют друг другу. То есть, если у нас все точки располагаются в пределах этого интервала, значит, результаты сопоставимы. И мы видим, что практически все точки, то есть все значения измерений, полученные с помощью КТ и УЗИ диагностики, находятся в этом заданном интервале. Это говорит о том, что измерения сопоставимы, что результаты, которые были получены при измерении КТ, и результаты, которые были получены при измерении УЗИ, коррелируют друг с другом. В разных точках, мы говорили, что это точка ниже перстенитного хряща и перед входом в грудину, в разных точках и под разными углами наклона, поперечный диаметр и под наклоном 45 градусов, эти точки, эти результаты коррелируют друг с другом. И мы это видим на графиках, которые приводят нам авторы этого исследователя. Мы видим это здесь, здесь и здесь. То есть практически все точки у нас друг с другом сопоставимы. Во-первых, о чем говорят исследователи, что для того, чтобы качественно провести измерение диаметра трахеи, необходим достаточный опыт. Необходимо провести минимум 15 подобных процедур. Второе, что диаметр трахеи зависит от респираторной фазы. Разница в измерениях была больше в точке измерения ТА, то есть в точке вхождения в грудную клетку, трахеи в грудную клетку. Ограничения исследований, на которые ссылаются авторы. Во-первых, это всего лишь одна порода собак. Это опять же бигли, на которых проводили все эти исследования. И не оценено влияние анестетиков на диаметр трахеи. А мы понимаем, что анестетики могут влиять на тонус мускулатуры, а поскольку трахея у нас зависима от давлений, интраплеврального, от давлений в мягких тканях в шейном отделе, измерения могут быть получены разные. И не оценено влияние положения шеи. Возможно, если проводить исследование в другом положении, с согнутой шеей или с максимально разогнутой шеей, результаты могут быть получены иные. Выводы, которые делают авторы. УЗИ измерения диаметра трахеи может быть эффективен у собак. Однако требуют дальнейших клинических исследований. Вообще, если говорить про предоперационный период, про интубацию трахеи у стандартного пациента на стандартную процедуру, возможно, действительно подобный метод кажется излишним. Мы можем индуцировать собаку, открыть рот, посмотреть ларингоскопом вход в гортань и решить, какая трубка нам нужна. Но, на мой взгляд, этот метод может быть крайне полезен у пациентов на продленной искусственной вентиляции легких. Это как раз те пациенты, для которых максимально важна быстрая переинтубация и те пациенты, для которых максимально важен оптимальный диаметр, максимально большой диаметр трубки. Если трубка будет очень маленькая, это создаст высокое сопротивление и высокие риски обструкции трубки. Если трубка слишком большая, она создаст избыточное давление на стенке трахеи, в результате может развиться пролежень трахеи или даже ее разрыв. Так вот, для этой группы пациентов, на мой личный взгляд, это исследование может быть очень полезно. Следующая публикация – это Clinical Case за авторством Пабло Донати и Пабло Атера. Мы с вами узнаем, кто такой Пабло Атера, это автор современного руководства по региональной анестезии, один из авторов. Но, помимо этого, он опубликовал такой прекрасный клинический случай, который мне прям очень понравился. Транскраниальное использование цветовой дуплексной доплерографии у кошки с подозрением на церебральную ишемию. Отличный метод, как оказалось, который позволяет нам оценить кровоснабжение головного мозга, оценить то, насколько высокое сопротивление в сосудах головного мозга, и, исходя из этого, делать ряд выводов. Итак, что нам говорят авторы? Во-первых, транскраниальная цветная дуплексная доплерография, TCCD, используется в медицине человека как один из компонентов нейромониторинга. Этот метод позволяет оценить кривую потока оцениваемой артерии. Это важный показатель, который как раз и говорит нам о том, что у нас происходит с кровоснабжением мозга. С помощью этого метода мы оцениваем три составляющие. Во-первых, это VP – пиковая систолическая скорость потока на артерии. Во-вторых, это VED – это конечнодиастолическая скорость потока. И еще важный расчетный показатель – это RI – индекс сопротивления. Рассчитывается индекс сопротивления по формуле, которая приведена на экране. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы мы понимали, как у нас реагирует мозговой кровоток на изменения, происходящие в полости черепа и на изменения, которые происходят вне черепа. Один из важных показателей подобного измерения – это тест транзиторной гиперемической реакции THAT, который оценивает пиковую систолическую скорость потока средней мозговой артерии после 5-секундной компрессии сонной артерии. Говоря проще, мы помним, что у мозга есть система ауторегуляции, которая позволяет поддерживать мозговой кровоток на постоянном уровне. Если у нас нет изменений после теста с компрессией, мозговой кровоток не изменяется в ответ на изменения доставки крови к тканям головного мозга, это говорит о том, что ауторегуляция нарушена. А если ауторегуляция нарушена, это говорит о том, что мозг, скорее всего, пострадал очень сильно, прогноз для этого пациента будет очень плохой. Есть упоминания о использовании этого метода у собак и кошек. Авторы ссылаются на два исследования – 2010 года и 1997 года. Для кошек есть норма, есть референсные значения. Нормальный индекс сопротивления в средней мозговой артерии у кошек составляет 0,5 плюс-минус 0,1. И если у нас этот индекс растет, это говорит о том, что растет внутричерепное давление. При значимом росте ВЧД индекс может достигать единицы. Теперь сам клиникал кейс. 11-летняя домашняя краткошерстная кошка, которая поступила в клинику для проведения хирургического вмешательства, удаления новообразования из области носоглотки. После того, как операция была выполнена, в течение двух часов она проводилась, к пациенту не вернулось спонтанное дыхание и отсутствовал полипибральный рефлекс. В интероперационный период пациент находился с открытым ртом. Кошка находилась с широко открытым ртом в течение двух часов. После процедуры была начата механическая вентиляция легких без потребности седативных препаратов. То есть, по сути, пациент находился в коме. Исходя из протокола Рекавер, пациенту вводился манит 1 грамм на килограмм каждые 12 часов. Теперь про метод исследования. Во-первых, это должен быть опытный оператор, который умеет пользоваться доплером, который умеет выводить сосуды. Микроконвиксный датчик 4,8 МГц. Стернальное положение пациента с приподнятым головным концом. Положение датчика каудальнее орбитальной связки и дорсальнее скуловой дуги. Идентификация средней мозговой артерии. Прежде чем что-то померить, мы должны найти то, что мы должны измерить. Измерение пиковой систолической скорости, измерение пиковой диастолической скорости и измерение сопротивления сосуда. Оценка THAT после компрессии общей сонной артерии вторым врачом в течение 5 секунд. Авторы клиникал-кейса приводят нам иллюстрации, на которых показано, как у нас стоит датчик, как у нас выглядит средняя мозговая артерия и какие потоки мы должны увидеть. Стрелка с указанием VP – это пиковая систолическая скорость потока. Пунктирная стрелка – это пиковая диастолическая скорость потока. Что было получено в результате этого исследования? Во-первых, получено значение RI, которое составляет 0,85. Нормальные значения, как было сказано выше, составляют 0,5. Если у нас повышается индекс RI, это говорит о повышении внутричерепного давления. С учетом того, что не было ответа на компрессию общей сонной артерии, это говорит о том, что у пациента отсутствует ауторегуляция мозгового кровотока. Прогноз для такого пациента, к сожалению, плохой. Мозг поврежден очень сильно. В течение трех суток исследователи проводили это исследование для того, чтобы оценивать пациентов динамики. Динамики не наблюдалось. На последние сутки, на третьи сутки лечения этого пациента, индекс сопротивления вырос до единицы. Это говорит о том, что внутричерепное давление выросло очень сильно, и разницы в потоках уже не существует. С учетом роста индекса, с учетом отсутствия ауторегуляции и с учетом плохого прогноза для этого пациента на восстановление, было принято решение об эвтаназии. А теперь давайте поговорим о том, что произошло с пациентом, и авторы клиникал-кейса тоже нам об этом говорят. Во-первых, церебральный кровоток специфичен для разных видов животных. У собак, кошек и людей церебральный кровоток различается. И у кошек основная внецеребральная артерия, которая приносит кровь к вилизии в округу в головном мозге, это верхнечелюстная артерия. Если кошка длительно находится с открытым ртом, это может привести к церебральной ишемии. Исследования 2013 года, это важная ремарка за авторством Питера Скревани, говорят нам о том, что у кошек с открытым ртом, широко открытым ртом, происходит пережимание верхнечелюстной артерии угловым отростком нижней челюсти. Чем шире мы откроем рот, тем больше будет компрессии. Чем дольше рот будет открыт, тем больше ишемия головного мозга у нас возникнет. В чудесной иллюстрации из выше приведенной статьи мы видим, как на КТ угловой отросток, буква А, пережимает собой верхнечелюстную артерию. По сути, верхнечелюстная артерия оказывается зажата, она оказывается в тисках между угловым отростком и барабанным пузырем у кошек. В продолжении этой статьи приводится ангиография кошек с открытым и с закрытым ртом. Мы видим разницу, что после введения контраста у кошек с открытым ртом церебральная мускулиризация гораздо ниже, чем у кошек, у которых рот был закрыт. Это подтверждение того, что при открытом рте происходит ишемия головного мозга. Да, что длительное открывание рта может приводить к церебральной ишемии. И мы об этом слышали уже не раз. В описанном случае транскраниальная цветная дуплексная доплерография была полезна для оценки сохранности ауторегуляции мозгового кровотока и костной оценки внутричерепного давления. Рост индекса сопротивления в последний день до единицы говорит о том, что у нас выровнялось внутричерепное давление и диастолическое артериальное давление. А это говорит о том, что рост внутричерепного давления очень значимый. Собственно говоря, это тоже отражает плохой прогноз. Методика может быть полезной, но поскольку сейчас она включает в себя отдельные клинику кейсы, она будет требовать дополнительных исследований. На мой взгляд, это очень классный клиникал кейс и очень хороший метод исследований, который позволяет нам определять прогноз для пациентов с повреждением головного мозга. Не обязательно ишемическим, но возможно каким-либо еще гипоксическим, может быть травматическим. Ключевое, на что здесь надо обратить внимание, это ауторегуляция. Отсутствие ауторегуляции ассоциировано с плохим прогнозом. Посмотреть ауторегуляцию мы можем с помощью этого метода. Но, понятное дело, нам нужен аппарат и нужен опытный оператор, врач, который владеет этой методикой. Последний клиникал кейс на сегодня это два случая синоатриальной блокады в результате проведения Erector Spine Plain Block. Мы говорили об этом блоке в предыдущих наших выпусках, то, что это полезный блок, который может быть эффективен для контроля боли. Анальгезия дорсолатеральной части туловища подлежащих мышц, фасций и связок. Рекомендован метод для снижения количества опиоидов, данные 20-го года Диего Портелло. И хочу напомнить вам, как у нас распространяется анальгезия при использовании Erector Spine Plain Block. Иллюстрация из руководства по региональной анестезии мелких домашних животных Пабло Атеро и Диего Портелло. Мы видим, какую область анальгезии мы можем получить при использовании этого самого блока Erector Spine Plain Block. Первый клинический случай. Это 9-летний ставтерьер, который поступил в клинику для проведения гемелиоминоктомии в области Т13-Л1. При медикации метадон 0,2 мг на кг плюс дексамидин 1 мкг на кг. Индукция пропофол 2,5 мг на кг. Поддержание изофлюран. До проведения Erector Spine Plain Block частота сречных сокращений была 85 ударов в минуту. Erector Spine Plain Block проводился на уровне L1 лево-бупивокаином в суммарной дозировке 2,37 мг на кг. Синатриальная блокада возникла спустя 10 минут после проведения блока. ЧСС снизилась до 31 в минуту с сохранением комплекса QRS, но удлинением интервала между ними. По сути, это была простая, типичная наша бардикардия. Ответ на введение гликоперолата 12,6 мг на кг. ЧСС выросло до 86 в минуту. Однако спустя еще 10 минут возник второй эпизод синатриальной блокады, который сам и разрешился. Это была транзиторная синатриальная блокада. И спустя еще 10 минут, то есть на 30 минуту от проведения блока, возник третий эпизод, который потребовал коррекции атропином 20 мкг на кг. Поскольку исследователи могли предположить системную токсичность местного анестетика, был введен липидный раствор интерлипид 1,4 мл на кг. Болюс, далее инфузия с специальной скоростью 12,6 мл на кг в час в течение 30 минут. Окончание операции и полное восстановление пациента. Пациент остался жив. Ура! Второй клинический случай это 7-летний став. Видимо, автором исследований везет на эту породу собак, которому проводили геми-лямино-эктомию на уровне Т12-Т13. Та же самая премедикация, что и в предыдущем случае. Метадон 0,2 мг на кг, декс-медетамидин 1 мкг на кг, индукция пропофол 2,5 мг на кг, поддержание изофлюран. До проведения эректор спайн-плейн-блока частота сережных сокращений была 88 ударов в минуту. Эректор спайн-плейн-блок проводился на уровне L1, использовался левый бупивокаин 0,95 мл на кг, суммарно 2,62 мг на кг. В этом случае, прежде чем развилась брадикардия, возникла гипотензия с снижением перфузионного давления, среднего артериального давления, менее 50 мм втутного столба. ЧСС при этом была нормальная, 85 ударов в минуту. Врачи использовали двукратное введение гликоперолата 7 мкг на кг, но не получили клинического ответа, давление оставалось низким. Спустя 20 минут после проведения блока возникла уже как раз синоатриальная блокада, возникла брадикардия с частотой сердечных сокращений 10 в минуту, без ответа на атропин двукратно 20 мкг на кг и увеличение дозировки атропина до 30 мкг на кг. Пришлось отключить изофлюран, ввести адреналин 10 мкг на кг. И только после этого врачи получили клинический ответ. ЧСС выросло до 85 в минуту, а среднее артериальное давление, перфузионное давление, стало 95 мм втутного столба. Для поддержания давления, для поддержания частоты сердечных сокращений тонуса сосудов была начата инфузия с постоянной скоростью эфедрина 3,5 мкг на кг в минуту. После окончания операции пациент полностью восстановился, и с ним тоже все было хорошо. Авторы этого клиникал-кейса говорят о том, что доза внутривенного левого пивокаина для провокации коллапса должна оставлять 27 мг на кг. В описанных случаях доза была гораздо меньше, и крайне маловероятно, что она могла вызвать такие системные эффекты. Плюс, маловероятно трисосудистое введение левого пивокаина, поскольку каждый раз при проведении блока проводился аспирационный тест для подтверждения нахождения иглы вне сосуда. Развитие гипотонии и брадикардии при проведении Rector Spine Plain Blok описано у людей в 2021 году. Потенциальная причина в данном случае может быть в транслокации анестетика в эпидуральное пространство. Мы понимаем, что если мы делаем что-то в области выхода корешков спинного мозга в области межпозвонковых отверстий, то туда может что-то попасть. И как раз это описано на кадаврах у людей и на кадаврах у собак. Но у собак это описано только при проведении блока в поясничном отделе позвоночника. В первом случае такое могло быть возможно, потому что в первом случае как раз блок проводился на уровне L1 там, где это могло все распространиться. Второй случай проводился на уровне грудных сегментов спинного мозга, на уровне грудных позвонков. Но в этом случае интересно другое, что пациент ранее уже подвергался гемиолеминоэктомии по поводу дископатии на уровне L2-L3 и возможно это привело к информации позвоночного столба у этого пациента и изменения объемов отверстий и всего остального, что тоже могло стать потенциальной причиной транслокации анестетика в эпидуральное пространство. Пока каких-то новых данных нет, но мы должны помнить о том, что Erector Spine Plain Block не является абсолютно безопасным и может приводить к развитию брадикардии, которая потребует коррекции. На этом все. Увидимся через неделю. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok